Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о Санкт-Петербургском Зените, который сегодня, наконец-то, официально объявил о продлении контракта с Сергеем Симаком. Вообще, этот момент, он достаточно формален, потому что и так было очевидно, что Симак останется в клубе и останется всерьез и надолго. Но вот как-то затянули сам по себе бюрократический процесс, и только сегодня стало понятно, что все, контракт действительно заключен, все подписи поставлены и официально об этом объявлено. Ну и давайте обсудим данную ситуацию, обсудим перспективы Симака и почему на данный момент это, ну, фактически единственный и самый понятный вариант для Зенита. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Итак, хотелось бы отметить, что еще несколько месяцев назад, когда появились первые слухи о новом контракте Симака, я сразу сказал, что это идеальный вариант для Зенита. С тех пор много воды утекло и много всего произошло, и мне кажется, сейчас ситуация поменялась. Позиция Симака стала еще крепче, и теперь он, ну, практически безапелляционный вариант для Зенита. Попытаюсь объяснить почему. Итак, снова углублюсь в историю. В свое время, пару лет назад, я говорил о том, что, в принципе, Зенит может поменять Симака на другого наставника. И там я отдельно отмечал, что этим новым вариантом должен быть иностранец. Тем более, что тогда было много слухов, были слухи про Петковича, про других тренеров. И тогда я бы понял вот это действие Зенита. Попытку убрать Симака и назначить иностранца. Сейчас, в нынешних условиях, всем понятно, что серьезный зарубежный специалист, к сожалению, в Россию не поедет. Придется делать ставку либо на молодых амбициозных наставников, вроде Ваноли или Абаскаля, делать ставку, ну, например, на бывших помощников главного тренера, как тот же самый Компер в Локомотиве, или все тот же Ваноли в Спартаке, недавно работавший, либо делать ставку на, так скажем, сбитых летчиков, вроде того же самого Юкановича в Динамо и так далее. В этих условиях Зенит, как самая богатая и обеспеченная команда России, она не сможет реализовать, так скажем, свое преимущество. Свое преимущество в деньгах, возможностях и так далее. Раньше они могли это сделать и нанимали зарубежных тренеров топового уровня. Виллаж Бош, Спалетти, Адвокат и так далее. Сейчас, вы сами понимаете, все наши клубы и богатые, и бедные оказались фактически в одной лодке, которая находится в определенной изоляции. И в этих условиях пригласить топового зарубежного наставника вряд ли удастся, даже с огромными ресурсами Зенита. Поэтому сейчас объективно всем понятно, что главная цель это побеждать в чемпионате России, потому что Еврокубков нет. Главная цель это развивать нашу отечественную молодежь, перестраивать команду на более молодых исполнителей. И для этого нужен российский наставник. Тем более, что альтернатив особо сейчас и нет. Потому что иностранцы топовые, повторяю, не поедут. И в этих условиях Семак, ну, фактически лучший вариант, который есть только у Зенита. Альтернатив, опять же, особо не просматривается. Многие воспонимали как альтернативу Федотова, но он уже перешел в ЦСКА и таким образом вышел из этой системы, так скажем, газпромовских и союзных коллективов. Ну, в которой участвуют там Оренбург, Сочи, Зенит и так далее. В данной ситуации получается, что лучший альтернативный российский вариант уже ушел в ЦСКА, в конкурирующую структуру. И в данной ситуации получается, что Семак это действительно безальтернативный вариант. Ну, а кто еще? Карпин, ну, не знаю. На мой взгляд, он отлично себя чувствует в Ростове, а в Зените он может просто не справиться с самим функционалом. Он привык быть, ну, скажем так, тренером большой команды, но не чемпионской. Чемпионом он вместе со Спартаком так и не стал, что весьма характерный и так далее. Другие наставники, ну, Киржаков слишком молод, ему еще расти и расти для работы в Зените. Так что здесь получается, что особо альтернатив нет. При этом Семак последнее время поменялся, он стал больше доверять молодежи. Он стал большую ставку делать на развитие отечественных исполнителей. Мы видим, как Круговой тот же самый прибавил. Сейчас делается ставка на галки Тарадоевского молодого, а не более опытного и проверенного Киржакова. То есть, в принципе, Семак, которого часто критиковали за недостаточное доверие в сторону молодежи, сейчас в этом плане начал меняться. И для современной российской лиги это важный нюанс. Потому что теперь уже развитие молодых исполнителей для нашего чемпионата становится одним из ключевых ресурсов для развития клубов. Иностранцев особо не пригласить. Россиян качественных в Зените так достаточно много собрал. А вот чтобы на будущее подготовить команду, это нужно развивать молодежь. В том числе и с бою и с этим у Семака в последнее время все неплохо. Семак прибавил, на мой взгляд, и как тренер, и как тактик за последнее время. Его футбол стал разнообразнее. Когда он получил вот эту плеяду бразильцев, которые могут делать красоту на футбольном поле Семак, приносят результаты. Поэтому сейчас смысла что-то менять вообще нет. Мне кажется, что Сергей Богданович и сам вполне себе рад обстановке. Потому что он остается в Зените, где получают и хорошую зарплату, и хорошие перспективы, и возможность чередовать один трофей за другим. И при этом у того же самого Семака тоже нет никаких особых альтернатив. Переходив в другую российскую команду, ну зачем? Просто вот ради вызова или доказать некоторым альтернативно одаренным, что он способен тренировать не только Зенит и способен добиваться результата. Ну, это, по-моему, бессмысленно. Все равно ни черта не докажешь. Просто я напоминаю, что в свое время Семак добился лучшего результата в истории Уфы, достаточно скромного коллектива, перед тем, как попасть в Зенит. Но это не мешает некоторым умникам кричать, вот, мол, просто Зенит такой сильный, а Семак никакущий тренер. И что, вот, мол, моя бабушка была бы в Зените такой же успешной. Нет, не была бы, скорее всего. И Семак действительно сильный тренер, и сейчас это один из лучших наставников России в объективно сильнейшей команде страны. Куда-то уходить и что-то там доказывать нет никакого смысла. Уходить на повышение сейчас просто некуда. За рубеж, ну, я не знаю, за рубеж вряд ли Семака куда-то возьмут. Либо придется идти, ну, не знаю, по пути того же самого Слуцкого или Карпина. То есть отправляться в команды из вторых дивизионов, как, например, Карпин в Мальорку, либо Слуцкий в Халл-Сити. Либо отправляться в чемпионаты вроде Голландского, возглавлять местный ВТС. Вряд ли Семак к этому готов, и вряд ли ему это интересно. Отправляться в Россию на повышение некуда. Был всего один вариант, это сборная. И многие говорили про то, что Карпин может уйти из сборной. Вместо него пойдет Семак постепенно, а вместо Семака в Зенит пойдет Киржаков. Такая вот линеечка была выстроена. Но сейчас сборная оказалась просто замороженная. Мы понимаем, что в этой ситуации фактически Семаку и делать будет нечего в национальной команде. Если он туда уйдет, ну, только заменит Карпина в качестве совместителя. Потому что, опять же, Карпину там нечего делать в сборной, а Семаку чем там заниматься тоже будет нечего делать. В итоге тоже попросится на совмещение. Как Галактионов, как Карпин, который возглавляет сборную и параллельно тренирует клубы и так далее. В общем, сейчас и для Семака это тоже вариант просто идеальный. Тот самый случай, когда взаимодействие тренера и команды идет на очень высоком уровне. Когда мотивация есть и у тех, и у других. Касательно вот этой извечной темы, что Семак на самом деле тренер-середнячок и просто за счет класса исполнителей добивается своего. Ну, я уже сказал, что это детский сад. Семак доказал все в Уфе. Доказал, в общем-то, в свой первый серьезный профессиональный сезон, что он способен давать результат. Понимаете, тренер-дебютант поднимает абсолютно среднюю команду в Еврокубке. Ну, на мой взгляд, это как бы серьезный показатель. А дальше Зенит как-то при Семаке, знаете ли, прибавил. Потому что до Семака не было никакой цепочки чемпионств. А сейчас она есть. И можно долго размышлять о том, что у Зенита есть колоссальное преимущество в классе над другими исполнителями и другими командами. Да, сейчас действительно так. Но если брать первый сезон из Семака, никакого там суперсостава, который бы наголову превосходил Спартак, Цериска и всех остальных, там не было. Семак доказал. Семак показал. И Семак, на мой взгляд, при всех своих недостатках и минусах, это тренер определенно сильный, растущий, прогрессирующий. И который заслужил и новые контракты, и все эти чемпионства. То, что сейчас наш чемпионат скатился в полное доминирование одной команды, как и в 90-е со Спартаком, это не вина Сергея Семака. Как и не вина Романцева была в том, что Спартак доминировал в 90-е. Так сложились обстоятельства. Так была выстроена система нашего футбола. Я считаю, что она была выстроена и тогда, и сейчас неправильно. Но в глобальном смысле это, опять же, не проблема Семака или тогдашнего Романцева. Это проблема того, что у нас сам футбол так организован, к сожалению. И что тогда были кризисные моменты, что сейчас фактически тоже наш футбол пребывает в кризисе. Но это, опять же, вопрос не к наставнику. А Семак свой контракт заслужил, и я уверен, что три ближайших года, скорее всего, получит Зенит три чемпионства. Шансы на то, что кто-то вмешается в чемпионскую гонку, они, конечно, присутствуют. Я рассчитываю на то же самое ЦСКА при Федотове. Но гарантировать полноценную чемпионскую гонку я по-прежнему не могу. К сожалению, наш чемпионат лишен фактически на ближайшее время серьезной турнирной интриги. Но это, опять же, не вина Семака. Так сложилось. Он, конечно, этому поспособствовал, своей успешной работе в Зените. Но обвинять в этом нет никакого смысла. Наставника Сине-Белоголубой. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи. Всем пока.